День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Мы продолжаем утро на Болткоме. Буквально вот, казалось бы, вчера завершился фестиваль. Summer Time приглашает Инесса Галланта. Настолько огромные восторженные отзывы, и, конечно, это вот радость встречи с уже, может быть, полюбившимися артистами, которые снова приехали на фестиваль, и с новыми какими-то интересными именами. Да и друг с другом, на самом деле, была уникальная возможность выйти и послушать музыку, и пообщаться. Пофотографироваться, погулять просто по Юрмале, и я думаю, что многие те, кто отдыхали, может быть, просто за забором, вот слышу эти божественные звуки музыки, которые сопровождали. Патронеса фестиваля, Инесса Галланта, наша замечательная оперная дива. И в нашей студии... Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Мы говорим не только... Ну, вот, может быть, начнем действительно с фестиваля. Что, какие итоги, какие впечатления после этого фестиваля? Так много тёплых и восторженных слов вокруг, что это, конечно, греет душу, и так радостно, что вот всё сложилось, потому что мы понимаем, что всё так шаталось, скачалось, и мы шли как поезд, но понимали, что какие-то могут быть ситуации... Ля-ля-ля. Во всяком случае, мы к этому готовились очень серьёзно, и моя дочь просто... Я думаю, что она не то, что превзошла себя, она просто рыла землю, и надо было приспосабливаться ко всем обстоятельствам и к нашему времени. И не забудьте, что эти два года – это пауза и, 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 и... Но жажда, вот этот голод по радости, по хорошему настроению, по такому доброму, по-настоящему оптимистичному за такому заряду, такой укол радости и силы идти дальше. И мы привыкли к тому, что после нашего фестиваля многие люди нам говорят, что вот полгода, год я вспоминаю это, и мне делается так хорошо на душе, это придаёт такую силу и крылья за спиной идти дальше. И я очень рада, что нам это удалось, потому что привлекались, кроме того, что очень интересные группы и музыканты из разных стран мира, и наши ребята, и таланты, и будущие звёзды. Но к этому ещё были также и привлечены наши художники, и этого никогда не было. Их картины, и Абулт, и они, и Патмалнецы, и они тоже придавали свою силу и шарм, и сделали это более такой пышным и ярким, интересным. И из музея в Киеве то, что привезли мозаики, выставку, и скульптуры из Германии, и скульптуры из Лиапаи, и арт-музеи. То, что вот всё это было представлено, и разные виды людей искусства и их творчества, и оно всё объединилось в такое красивое и для глаз, и для ушей действие. Также, конечно, все могли фотографироваться с нами. Это одно из таких для меня условий. Раз люди пришли, значит, им это надо. И они получают большую радость от этого. Ну и, конечно, те, кто нас поддерживали, они дали возможность нам всё это притворить в жизнь. И, конечно, прелюдия всего этого мы делали в башнях-близнецах. Так что для меня, вот сейчас, оглядываясь всего-то 10 дней назад, или не боль, может быть, две недели ещё не прошли, мне кажется, что всё не прошло, а промчалось с дикой скоростью. Это было очень недавно, совсем-совсем свежее, но настолько быстро всё пронеслось, и осталось очень приятное послевкусие. И вот это самое главное. Я надеюсь, что в следующем году состоится и будет... Мы тоже очень надеемся. Да, мы все надеемся, потому что людям нужны глотки свежего воздуха, новые впечатления и, главное, радостные впечатления, эмоции. Всё так, всё так. Есть ли какие-то наверняка есть идеи, мысли, планы, кого пригласить в следующем году? Есть. Конечно же, есть. Я не могу это ничего сейчас озвучивать. Уже, уже, уже щупальцы уже действуют в этом направлении. Но это всё очень такое подвижное и гибкое существо, потому что мы должны определиться со многими вещами и, исходя из этого, уже думать и понимать, как оно будет всё выглядеть. Это раз. И, во-вторых, я как бывший медик. Я за то, чтобы это был действительно такой витамин счастья, чтобы это были позитивные эмоции, потому что мы выбираем всегда или то, или это. И моя классическая душа с таким трагическим, драматическим накалом, она тянется и в разные углы, и мне хочется приобщить и то, и это, и десятое. И есть также и современный взгляд на жизнь и на то, что нужно сегодня человеку, нашей публике, любимой, которая является для нас семьёй. У нас всегда идёт такой взаимообмен. Эта любовь длится очень долго, не буду называть цифру, с моей студенческой скамьи, когда я вышла на оперную сцену. И оно продолжается, это от бабушек и дедушек к детям, к внукам, я надеюсь, к правнукам. Если раньше меня это немножко так... то сейчас меня это радует, веселит, и мне это приятно, что вот существует такая лебединая верность, что такое вот создалась такая атмосфера доверия, и люди хотят с нами общаться, и идёт такой обмен энергетикой и эмоциями добрыми. Продолжая вот эту тему семьи, в семье ведь наверняка происходит пополнение, и вот я к тому, что появляются новые в каждый раз на каждом концерте фестиваля Summer Time, выходят на сцену победители конкурса, и появляются вот какие-то зажигаются новые звёздочки, ещё пока вот первые шаги, которые делают. Да, это наше железное правило, потому что Инессис Галантис Таланты конкурс существует уже девятый год. И главное, что нужно человеку, кто хочет заниматься искусством, талантливому человеку. Мало того, что вера в себя, в свои силы, в свой талант, настоящий такой преданный педагог, поддержка семьи, и, конечно, большая сцена. Не в смысле размера, а в смысле её значимости. И понятно, что родня, соседи, они всегда поддержат и будут в восхищении от самого, ну, незначительного успеха. Но когда ты выходишь на сцену, где выступают уже люди-профессионалы, и ты получаешь такие аплодисменты, и такое внимание публики, затаённое дыхание, такой респект, такое восхищение для детей, для молодёжи, потому что дети, они там и под 29 лет и так далее. То есть певцы, они начинают позже остальных, а все инструменталисты, где-то начиная вот с 2-го, 3-го класса в музыкальной школе, это может быть и приватной, это неважно. Главное, что ты видишь цель, куда ты идёшь, ты понимаешь, чем ты хочешь заниматься, ты понимаешь, что это тебя поглощает без остатка. Сцена – это такое вот нечто, где как рентген ты виден целиком, весь. От нечищенных ботинок до малейших колебаний и мимики на твоём лице. Преодоление, погружение. Ты абсолютно гол, как сокол. Вот ты распят. Твоя душа, твой тембр – это ты. Твоё прикосновение к инструменту, твоё погружение в то, что ты делаешь – это и есть твоё нутро. Ты абсолютно голенький. Но если человеку дать нечего, он голенький. Если ему есть что сказать, вокруг него такая аура, такое свечение, такой идёт какой-то страва, такой огонь, такие лучи, которые окутывают нас всех. Мы просто замираем. И ты не понимаешь, это длится там 15 минут, 10 минут, час. Ты в этом мире, ты улетаешь. Туда, куда я тебя приглашаю, это говорит каждый из участников, и также я существую на сцене, я тебя забираю в свой мир. И ты полностью в моей власти или власти того образа, который я создаю. В этом и есть волшебство искусства. И вот те ребята, кто у нас получает первые и вторые премии, лауреаты нашего конкурса или фавориты нашей публики, любимцы. У нас есть такой конкурс, где публика выбирает своего любимчика. И доходили до 74 тысяч голосов. Такое тоже бывало. Это невероятно для Латвии. То есть, конечно, оценивают это всё профессионалы. В каждой в своей группе. Это понятно. Но потом, выходя на сцену, эти ребята получают такой заряд на будущее, что он понимает, ради чего и куда он должен стремиться, преодолевая себя. Вот оно, что, ради чего всё происходит. До 15 сентября мы принимаем видеозапись всех желающих участвовать в нашем конкурсе «Инрис Галанты Сталанты». У нас есть очень... Мы работаем в кооперации с прекрасными людьми «Vivat Future», которые также поддерживают по нашей, скажем, просьбе или... Это даже не просьба, а по нашей оценке и квалификации ребят талантливых, они даже участвуют в покупке инструментов. Это вообще что-то невероятное, потому что многие не могут себе этого позволить о семье. Поэтому мы понимаем, что скрипачу нужна скрипка, виолончелисту виолончель, флейтисту флейта и так далее. Они не могут это, конечно, сделать для всех, но мы выбираем тех, кому это действительно необходимо, и это осуществляется, это происходит. Можете себе представить, какая это поддержка для молодых талантов, и с какой отдачей они могут дальше работать? А что вообще нужно для того, чтобы молодой талант раскрылся? То есть это... Есть ли какие-то еще формы, может быть, не прямые, не материальные поддержки, которые дают ему возможность развиваться? Конечно. Во-первых, уверенность в том, что ему есть что сказать, что он обязательно хочет этим заниматься, что это его грознь, что это его море, его океан, в котором он хочет плыть всю жизнь, всю жизнь. Понимаете? Там это не та профессия. Я просто знаю, я как фармацевт, вот я выучилась, я все знаю, я все время подучиваю новые лекарства. Для врача там никогда не можешь успокоиться. Для очень многих людей есть профессии. Для музыканта ты каждый раз идешь в первый класс. Там не бывает такого, что я уже все выучила, я все сделал, я отдыхаю на лаврах всю оставшуюся жизнь. Это не тот случай. Это каждый день есть люди такие фанатики, которые работают 5-6 часов в день сидят у инструмента. Без этого у тебя нет перспективы. И скрипачи, и пианисты, любой, кто мечтает о профессиональной карьере, певец, ты постоянно учишь такие клавиры на разных языках. Ты должен осваивать языки, ты должен понимать, о чем ты поешь, знать, что отвечает тебе твой партнер. Если ты просто выучил мертвый текст и не понимаешь, что происходит, это не проходит. Ты не можешь никого околдовать, ты не можешь ничего выразить. Понимаете? То есть это должны быть в чем-то полиглоты. Они должны знать, что происходит в мире, кто как это исполняет. Не хочешь? Не надо. Ты в своем варишься мире, пожалуйста. Ты можешь всех одурманить своим видением. Понимаете? Околдовать. Ведь главное для исполнителя заколдовать публику. Вот просто такой не знаю, это шаманский прием или что, если тебе есть что сказать, если ты обязательно должен этим поделиться. Потому что вот мое прочтение, как я это чувствую, как я это вижу, это то же самое, что и у художники. Ну, есть фотография, есть краски, мы знаем такой цвет, такой, но мы видим, что один и тот же предмет в разное время, в разные направления, это просто невероятно, как человек может видеть самые тривиальные вещи. Вот для чего этот конкурс? Для того, чтобы понимать, ты предан этому до конца, всей своей жизнью, и это твой путь, и тебе есть что сказать, и ты готов этому служить, рабски служить. Верно. Вот это и есть эта профессия. И мы хотим, чтобы самые достойные, чтобы они выходили на суд людской и могли всех колдовывать и переносить людям невероятное наслаждение, счастье. Если у кого-то в этом году не получилось или где-то и он надеялся, что он этот дом у него получался в тысячи раз лучше или на экзамене, или даже в закрытом классе, он понимает, что он должен ещё приложить какие усилия, чтобы это было на 130%, 120%, чтобы в зале получилось на 100%. Всё так, как я запланировал. Вот это и есть поступенчатое движение, потому что всё сразу не бывает. Ну, у отдельных гениев. Бывают такие люди, но они вообще единицы и знакомы всем в мире, как какие-то такие пришедшие с другого ангела, не знаю. Мы говорим о талантливых людях, которые должны свой талант развивать для того, чтобы оглушить им весь мир. Вот для чего существует конкурс и конкурсы, потому что лауреаты и дипломанты, они потом дальше идут на следующий конкурс. И дальше, и дальше они же растут, развиваются. Мы всегда приглашаем их на свои концерты. Даже во время пандемии мы делали концерты. Может быть, не в таком объёме, не так часто, но мы их приглашали и в Домский собор, и в гильдию, и на любые концерты или правительственные, потому что, как говорит реклама, потому что я этого достойна. Я извиняюсь. Потому что они прелестны, потому что многие просто очаровывают. Конечно, день на день не приходится, но у них уже есть определённый уровень, этот левел, ниже которого это просто уже невозможно опуститься. И вот чтобы эти ступеньки всё время росли вверх, 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 они должны очень много заниматься. Если есть рядом правильный человек, правильный, педагоги талантливые и умные, это всегда штучный товар, который тебе подходит. Особенно это касается вокалистов. Я думаю, что и скрипачи тут же меня поддержат, и пианисты, и нам, и нам, и нам, и нам, и духовики, и ударники. Все подхватят, но особенно это касается вокалиста, потому что это очень субъективная вещь, ты не нажмёшь на клавишу, ты не дёрнешь за струну, не нажмёшь на кнопку, потому что это очень всё на ощущениях, на понимании, на ассоциациях, на восприятии, насколько это близко твоему нутру, и понятны вот эти все твои предложенные ассоциации. У нас буквально осталась одна минута, наверное, а хотелось спросить по поводу видео, насколько оно должно быть профессиональным, насколько там должны быть какие-то поставлен свет, звук, там... Вы знаете, что абсолютно достаточно записи на телефон, мы уже это практикуем все эти годы, и в связи с пандемией также и финал у нас проходил онлайн, все это есть Inesis Galante с таланты, он может прочитать все условия Inesis Galante с таланты, www.lv, он все это может найти, любой желающий, достаточно телефона, потому что мне не надо видеть, как они, их мейкап или нарядное платье, я тут же мгновенно и также мое жюри наши очень профессиональные люди, педагоги, академии, они все слышат и видят и понимают мгновенно, так что об этом переживать совершенно нет нужды, пусть попросят кого-то из друзей или членов семьи, чтобы они сняли просто на телефон, этого предостаточно, у кого есть возможность сделать профессиональную съемку, ну, пожалуйста, но это абсолютно нет в этом необходимости, это чувствуется, это видно, на что этот человек молодой способен и какие у него перспективы, так что мы ждем всех, кто желает себя проявить, кто желает участвовать в наших концертах, всегда наши фестивали, всегда начинаются с наших лауреатов, они выступают также и с профессионалами, они выступают по одному или в трио, или в квартетах, или в дуэтах, на все наши презентации, на любые наши шоу, они всегда активные участники, это знают все, мы придерживаемся это наше кредо, продвигать их, дать им развиваться и популяризировать наших талантливых звезд, которые звездочек, которые со временем станут украшением нашей жизни, так что всем welcome. Итак, до 15 сентября включительно, первый этап нужно в электронном виде прислать заявку анкету участника, заполнить и ссылку на видеозапись до 10 минут, конкурс проходит по четырем специальностям вокал, струнные инструменты, духовые ударные и клавишные и, конечно же, фонд Инесса Галланд в сотрудничестве с фондом Vivat Future и Латвийской музыкальной академии имени Язапа Витлса. Все подробности, регламент и описание на innessisgallanty.lv можно найти удачи, что называется путевка в жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо. И до новых встреч, до свидания. Инесса Галланд была с нами сегодня в студии. Большое спасибо. Всем моя любовь и ваши Инесса Галланд и будьте все здоровы и двигайтесь вперед. Жизнь прекрасна. Все будет хорошо.